Привет дорогие друзья и гости моего канала цветочный сад у Аленушки. Сегодня расскажу о подкормках своей рассады и своих черенках, которые укоренились уже рассажены по отдельным стаканчикам. Сегодня буду подкормить разными видами удобрения. Раскрою вам секрет, как я смешиваю два препарата для очень хорошего развития, для хорошей листовой массы и для хорошей корневой системы. И покажу на каком стадии, какие лучше применять удобрения. Итак, возьмем изначально черенки хризантемы. Черенки укоренились в общем лоточке, их ничем не кормила. После того я черенки пересаживаю в отдельные емкости стаканчики. Прошло 7-10 дней и можно вносить первую подкормку. Первую подкормку буду применять монофосфат калия. Но его я буду применять не один, а буду добавлять лимонную кислоту. Иногда мы вносим то или иное удобрение в виде подкормки для наших растений. И не задумывайся, как его необходимо правильно вносить. Но на своем опыте хочу сказать, что я не первый раз так буду подкармливать. Очень хорошо усваивается растениями такой состав. Главное соблюдать правила и соблюдать дозировку. Для того, чтобы размешать правильно, берем 1 столовую ложку монофосфата калия на 10 литров воды. Если вы разводите в 10 литрах воды, если в 5 литрах, то уменьшаем напополам. То есть на 10 литров 1 столовая ложка монофосфата калия. Он хорошо разводится и даже в холодной воде. И берем лимонную кислоту. Я думаю, у каждого найдется 1-2 чайные ложки лимонной кислоты на 10 литров воды. Перемешиваем данные ингредиенты вместе и проводим поливы под корень. Из расчета на каждое растение, чтобы дошел этот раствор до корневой системы. Но перед тем обязательно не забудьте перед подкормкой увлажнить почву. В этом случае мы можем точно быть уверены, что кальций и фосфор будут доступны для растений. Совет из своей личной практики. Хочу сказать, что использование такого совместного монофосфата калия с лимонной кислотой очень эффективно на кислых почвах. Так как в кислых почвах большинство питательных элементов находятся в недоступной форме для растений. Это является главной проблемой кислых почв. Такой состав очень хорошо применять на кислых почвах. Но для вот таких череночков это будет очень хорошая подкормка для развития корневой системы и для хорошей листовой пластины. Ну а теперь переходим вот к таким питуньям, которые были обрезаны на черенки. То есть есть у меня и питуньи, которые обрезаны, были маточные костики. С осени я укореняла черенки, они пошли маточными костиками. И есть черенки, которые укоренились уже рассажены по стаканчикам. И с них я брала же снова черенки. То есть вот такие растения я буду применять. Хочу дать азотное удобрение. Хочу дать мочевину. На 10 литров воды столовая ложка без горки. Но если она, допустим, уменьшит напополам, то на 5 литров воды половина столовой ложки мочевины. И тоже точно так же по сырой, по влажной почве субстрату подкормить череночки. Для того, чтобы нарастала зеленая масса. Здесь корень хорошо нарос уже. Поэтому монофосфаткалия я не буду применять для хорошего наращивания, хорошей корневой системы. Сейчас для того, чтобы мне побольше взять черенков, конечно, нам нужна хорошая зеленая масса. И рост, и наличие ее. Конечно, для этого нам нужно азотное удобрение. Применять можно и мочевина, и селитра кальцевая, и аммиачная селитра. Это все виды азотных удобрений. От них хорошо нарастает зеленая масса. И можно потом смело брать черенки. И еще одно удобрение, которое я буду применять сегодня на своей петунии. Петуния из семян, которая уже распекирована по отдельным ячейкам. Это удобрение, которое входит в состав. Формула одинаковая. И азот, и фосфор, и калий. Это удобрение волшебная лейка. Такое удобрение мне очень нравится. Сейчас на данном этапе развития петунии по внешнему виду она развивается нормально. Как бы не вытягивается. Но все же надо дать, помочь растению, чтобы развивалась хорошо, в полной мере. Поэтому я дам удобрение с равной формулой, вернее. Чтобы было хорошее развитие. В принципе, вот такие сегодняшние у меня подкормки черенков хризантемы. Черенков петунии, которые были обрезаны. То есть укоренившие были обрезаны, уже срезаны для наращивания зеленой массы. И для рассады петунии, которая растет уже распекировано из семян. Ну а в продолжении этого видео предлагаю вам посмотреть мои растения, которые развиваются у меня на окошке. Как сейчас они переносят февральские дни, как растут. Ну а вам желаю всего хорошего, здоровья, удачи, до новых встреч. Берегите друг друга и до новых хороших встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок